Я Лариса Бузеева. Это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас три жениха. Садык, Роман и Павел. А невеста у нас Нита. Ну какая красавица! Боже мой, проходите. Нита. 24 года. Один состоятельный воздыхатель подарил ей дорогой автомобиль и исчез в неизвестном направлении. Второй осыпал ее бриллиантами, но так и не смог добиться взаимности. Нита – фотомодель, бьюти-эксперт в сфере моды и макияжа. Увлекается психологией, шьет одежду и занимается фитнесом. Гордится своей мамой. Признается, что бывает высокомерной. Нита не видит рядом с собой пассивного ревнивца. Готова покориться кореглазому брюнету, который умеет дорого расслабляться. Привет! Здравствуйте. Высокомерная. Да многие с такой красотой. Вы с людьми-то не здороваются вообще, а вы всего лишь высокомерная. Спасибо большое. Светы для кого-то интересны. Да, я бы хотела вам подарить в преддверии 8 марта. Спасибо большое. Нита знаешь. Да, да. Прикол. Ниточка, мне сорока принесла на хвосте, что вы, оказывается, три года назад были у нас в программе. Была. Это невероятно, потому что я такую бы красавицу запомнила. А давайте посмотрим, вспомним. Давайте. Как-то вы гуляли однажды своим возлюбленным по кладбищу. Да. И вот на одной из могилки вы так, сказать, и лишились. Да. В один прекрасный день у меня было такое хорошее настроение. Я говорю, пойдем погуляем на кладбище. Да ладно, вот вам смешно, и вы не верите. А я могу сказать, что для человека с Венеры в Скорпионе острые ощущения просто необходимы. Почему бы не получить их вот таким публичным способом, прячась по кустам кладбищенским. Сексом занимались? Да, мы занялись сексом на могиле какой-то. А все получилось. На могиле. А вы не помните могилки, в которую осторонили. Я родственничаю сейчас. А сейчас свои прощения можно было попросить. Нет, это не вы. Девочка моя, красавица, объясните, что случилось? Почему слезы? Это позор просто. А я когда на себя смотрю, где я, такая жердяйкина, а не такая красавица, какой-то с тупой прической, одета просто как прощая молодость. Но я-то не плачу. Слушай, но я-то тоже не слепая. У меня, конечно, сколероз начался уже, но глаза-то еще неплохо видят. Ты себя обидела в зеркало? Похудела как? Ну да. Нита, послушайте, жизнь для чего? Когда она человеку, особенно женщине, посмотрела на себя при рождении в зеркало и начинаешь над собой упорно работать. Носик переделывал. Вы одна, что ли? А я посмотрите, все сделала. Ну и что? Лиза убрала эти тупые голубые. Зачем они нужны? И превратилась в абсолютное такое совершенство. Встаньте, позавидовалась. Спасибо. Так я не вау, она расстроилась, потому что... Нет, я просто знаю ее, она тоже сентиментальная. Сентиментальная. Но в данной ситуации, возможно, и лживые слезы. Время меняет людей. Помимо внешности изменилась и внутренняя полностью оболочка. Вот, то, что сейчас было на экране за это, мне очень стыдно. Почему? Не знаю, даже успокоиться не могу. Нет, послушайте, 24 года, это вообще ни о чем. Жизнь даже еще не началась. Да, уж. Но даже в том виде у вас уже жизнь просто была вулканом. Мужчины влюблялись, и один состоятельнее другого, и подарки такие делали. Давайте вспомним, давайте расскажем. У меня такая ситуация была. Нас познакомила подружка, это ее хороший приятель. Вот, и в преддверии моего дня рождения, ну что-то мы сидели в ресторане с подругой, и тут приехал ее друг, вот этот мужчина, и как-то речь зашла о машине. Он такой, у тебя машина, а у тебя права есть? Я такая, да. А машина? Я говорю, ну нет. А чего нет? Я такая, ну коплю, а зачем копить, когда можно купить? Я говорю, ну... Коплю, а можно, а надо купить. Он такой, давай я тебе подарю. И я в шутку тоже, давай, конечно. Вот. Вот, и на следующий день это все произошло. Мне подарили, он оплатил ее. Вот, в принципе, единственное, у меня не было выбора. То есть там определенный автомобиль, уже он сам, который... Слушай, ну хватит наглеть ты, у нее не было выбора. Мужчина может подарить просто так это внимание. Роза, это начало истории, все фигня. Он больше в ее жизни не появился. Вот счастье-то. Прекрасный принц. Фантом, что ли, некий? Принц. А был ли вообще... А бриллиант, вот я прям глаз не могу оторвать, а сына роза. Ну, кто дарил? Бывший молодой человек. Тоже с ними ничего не было? Была очень красивая любовь. Вот. Но со временем я поняла, что надо идти дальше, потому что человек немножечко стал тянуть на дно. Прям брови такие вообще, разрез такой вообще. Это что-то. Волосы длинные. Класс. Ты про невесту или про глюдею? Да нет. Про невесту, про невесту. Ниточка. Да. Откуда такое имя? Ну, это индийское имя. У меня есть индийские корни. У меня папа из Индии, индус. А мама русская. Мама вообще блондинка с голубыми глазами. А на хинде говорите? Да, могу что-нибудь сказать. Скажите Розе что-нибудь. Мэту Мара нам пяркатэгу. Это вы не сказали про меня что-то плохое? Я говорю, я вас люблю. Вот как я сейчас вижу на экране, девушка милая, обаятельная. Улыбка вот у нее вроде такая привлекательная и в то же время располагающая. А вы сами как зарабатываете? На съемках. Ну, в смысле, вы фотомодель? Да. А ничем другим больше там не занимаетесь? Нет. Ничем? Ну, учусь еще. Не, ну как, чем? Секретарем можно работать в организации. Я думала об этом, но поняла, что меня там следят. Хорошо, Ниточка, вот мы сейчас закончили про Робин Гудов. Давайте будем про реальных, да, мужчин? Вам голову сносило от любви, вот от такой девчачьей? Потому что вы же девчонка 24 года. Да, сносила. Бедных любили? Ну, вот у меня был молодой человек, который три с половиной года мы встречались. Который бриллианты? Он бедный был. Ну, это раз там в два года. Хорошо, за два года накупит на один с карат. Ну, хорошо бы. Он старался, цветочки дарил. Любовь была безумная, конечно. И больше никого не было? На протяжении этих трех лет нет. А вот это что такое? Ну-ка, дай посмотрю. Вот интересно. Это что такое вообще? Я чуть в оморок не упала. Если страсть, волосинка к волосинке не лежит. Вот так, понимаешь? Где волосы ставят дыбом, помада размазана, слезы текут. А он у нас уже в шоу-бизнесе знает, как себя сдерживать и так далее. Когда папарацци снимает. Ха! Тоже мне. Я не верю. Вот всему этому. Не веришь? А я верю ниточки. Было бы удивительно, если бы никого у нее не было. Если она никому не нужна, зачем она мне нужна? Конечно. За кем пришла, милая? Хочу найти себе мужчину. Важное качество – искренность. Мне кажется, сейчас очень тяжело найти такого человека, искреннего. А вот танцор, стриптизер, он понравится. Последний, который, да? Так вот, почему я его любила безумно. Потому что он мне дарил, он меня любил, он себя вел, как ребенок. Ну а что вы говорите? Ну он же вас гнобил, как уже ребенок. Больте, он все время вам рассказывал и показывал, и указывал везде, как вам надо себя вести, говорить, одевать, сниматься, не сниматься. Это когда он повзрослел, как я понимаю, в подростковый период перешел, из грудничкова, так что ли? Это, наверное, я выросла. Я повзрослела, и он стал видеть, что я уже не та дурочка, как вот вы сейчас видели, да, уже мной тяжело будет управлять. Что у меня есть свое мнение, я могу отставить свою точку. Ниточка. Вот я себе все рассказала за 7 лет программы, а вы самые вот такие вот моментики как-то от нас хотите скрыть. Этот молодой человек вас унижал, он называл вас усатиком. Это было, такое было, кстати. Потому что у вас был пушок такой на две дни губы. Да, ну у меня есть восточный корень. Это смешно, правда, зато благодаря нему у меня ни одного волоска нет. А брови подкорректировал он же вам? А первый раз, да, так как он там метросексуал, да, он за собой следит прямо, каждая бровинка, чтобы была выщипана. А, и помню... Только на лице? Я наделал коррекцию такую красивую. Мне, да. Если вот бывшие, так я и сказала, может, это стало толчком, потому что она начала ухаживать за собой, следить больше. Ты просто мечтаешь, что вот усатик и брови? Да. Девчонки, а вообще вот не страшно с такой красавицей дружить? Нет. Нет, приятно. Приятно? То есть тоже что-то перепадает? Конечно. Кого вы советуете? Рядом с ней я вижу, чтобы с ней был мужчина, который будет всегда рядом, надежный. Если он будет всегда рядом, деньги кто будет зарабатывать? Он должен... А она в нищете, в бедности опошлиться и пострашнее. Поэтому пусть будет рядом не всегда, но хорошо зарабатывает. Правильно? Да, он должен быть надежным. А вы? Я хочу себе искреннего. Вот для меня это важное качество. И чтобы он был трудоголик. Вот видите, а вы говорите рядом. Хорошо, он будет такой трудоголик. А вы что ему взамен? Что я ему домашний очаг, дети. Образование у вас какое? Высшее. Высшее какое? Психологическое. То есть вы готовы еще и учитывать интересы? Конечно, безусловно. Прекрасно. Роза? Ой, что Роза, что Роза? Это боль моя сердечная. Вон, Катюша Архарович, а знаешь, как сложно пристроить? Я не знаю, кто это. Ну как, бывшая, ну уже пока еще жена, но уже бывшая, можно сказать, этого Марата Башарова, которую вся страна про избиение видела. Она сейчас свободная невеста. Мы тут как-то на эту тему разговаривали с ней, в общем-то. Не могу пристроить, все мужики шарахаются. Ну, конечно, сначала показать свои трусы всему миру. А потом говорить, хочу замуж. А после вот этого, как я что, как я буду уговаривать? Не перестаньте, это просто красивые фотографии. Моя сегодня задача просто уговаривать, чтобы вас вот принимали вот с этой историей, как говорится. Девочки, я вам открою один секрет. Все настолько в жизни по-разному. Взаимоотношения всех пар нельзя под одну общую гребенку. Богатая не значит будет любить вот такую прилизную, хорошую девочку из хорошей семьи. Все не важно. На самом деле, когда влюбляются, закроют глаза и на ваше прошлое скажут. Подумаешь, 24 года, с кем только чего не происходило. Но у вас должны гореть глаза. У вас должна быть жизнь. Вам должно быть интересно и любопытно. Понимаете? Поэтому оживитесь, станьте его нутро, что хоть чего хочет он. Будьте с ним рядом. Потому что все остальное скучно. Станьте ему другом. Кто на погороскопу, кстати? По-моему, Скорпион. Скорпион. Я как и я, кстати говоря. Я тоже Скорпион. Ого! Вы друг другу жалить будете там. В нитиной карте заложен конфликт. С одной стороны, вы сами по себе, женщина, которая любит биться в страстях, любит с головой в омут прыгать и любит полностью обладать другим человеком, прям под кожу залезть. А с другой стороны, мужчина может быть молодой, легкий, интересный. И вот здесь есть диссонанс. С одной стороны, если вы находите человека серьезного, вы можете изменять ему с молодым и прекрасным принцем. А с другой стороны, если вы вместе с молодым парнем сексуальным, но он не умеет зарабатывать деньги, вас все равно тянет к более стабильному и обеспеченному человеку. Поэтому вы друг друга поддаете. Я думаю, что там прям огонь, огонь. Встречайте жениха. Привет, меня зовут Садык. Ты выглядишь превосходно. Спасибо. Надеюсь на приятное знакомство. Миленько, спасибо большое. Спасибо. Садык. 29 лет. Бизнесмен. Возглавляет строительную компанию и продает недвижимость. Изучает архитектуру и любит чертить. С детства хорошо танцует. Гордится тем, что обеспечил своих родственников жильем. Мечтает построить торговый центр. Возлюбленная Садыка была из обеспеченной семьи и диктовала ему условия жизни. Надеется, что Нита будет к нему прислушиваться и понимать, кто в доме хозяин. Привет, парни. Здравствуйте. Я бы хотел подарить вам цветы. Какие милые корзиночки. Вообще, корзиночки, это всегда так трогательно, да? Спасибо, Садык, огромное. Он внешне ей нравится. Она прям изучком так сделала, нравится ей. А Садык, вы такой молодой, а уже организовали такой серьезный бизнес. Кто помог? Ну, морально помогла, наверное, мать. А вы откуда? Родом из Баку. Вы азербайджанец? Да, азербайджанец. Но с 2002 года живу в Москве. С родителями? Да, с 2006 с родителями. Но с 2002 приехал учиться. Вот, отучился. Потом привез... Сколько же вам было лет? 15? 17 лет мне было в 2007, да. Сначала привез брата, потом родителей. Откуда такие возможности? Мало того, уже вы обеспечили своих близких жильем? Ну, могу сказать, что важно быть уверенным в себе, верить в себя в первую очередь. Сарис, рассказываю. Покупается машина, делается ремонт. Продается, покупается две машины, делается ремонт, продается. Ну, соответственно, разница. Покупается участок, ставится маленький домик, продается. Покупается два участка, два маленьких домика. Ну, понятно. Ну, молодец. Ну, или понарастающий. Да не похож он на бизнесмена, это обман. Скажите, а вот девушка из обеспеченной семьи появилась в вашей жизни? Когда я еще был бедным студентом. Бедным студентом, а она была из практически олигархической семьи, русская и очень состоятельная. Да, русская, да. То есть из очень обеспеченной семьи. Ну, поначалу, естественно, помолвилась. Нет, очень красивая была. А папа не сказал, выдерну ноги, если не исчезнешь из нашей жизни? У нее, к сожалению, не было отца, а была мать только, которая ведала всем этим бизнесом. Но мать меня любила, то есть хорошие отношения были у нас с ними. Ну, собственно... Вы жили у них в семье? Нет, я жил отдельно. Где вы с ней ночевали, мягко говоря? У нее. У нее? Слушай, я вообще бы не сказал, что ему 29 лет. Возможно, он хорошо, конечно, сохранился, но я бы ему дал бы, дай бог, там 24. А если так все было мармеладно, почему не вместе с ней сейчас? Это ж подарок судьбы, такой бывает раз в жизни. Ну, на тот момент в молодости, ну, как бы в характере присутствовала еще и наглость, то есть в том плане, что... Молодец! Вот люблю, когда честно. То есть еще и борзый был при этом. Да, ну, почему бы и не прислушиваться мне, то есть... Стали диктовать еще и что по пунктам? Ну, вообще... Туда не ходи, сюда ходи, или что? Ну, да, я ограничивал ее во многом. Там, значит, допустим, был инцидент, когда она решила полететь в теплые края. С мамой? С мамой, да. Вот я сказал, что как бы нельзя, то есть я не одобряю. Чтобы она в купальнике ходила там перед... Ну, непонятно перед кем, да. А почему же они вас-то не взяли с собой? Потому что до этого они уже брали один. Что случилось? Сказали все. В общем, на самом деле она дала мне толчок, дала стимул. в становлении меня как личности. Ну, и пинок вам, да? Да, то есть не было бы ее, не было бы и меня сейчас. Потому что поняли, что красивая жизнь – это лучше, чем некрасивая. Поэтому я все переосмыслил. Но такой дурочки больше не найдете. Она мне и не нужна. Мне-то будет потребитель, да, скорее всего? Я думаю, да. Я понял. Но по ней как бы видно, что... Мне кажется, да, безусловно. Она осмыслила. Но такой дурочки... Да, себя будет любить, наверное, больше. А вот вы можете так запросто машин подарить, вот как-то вот ухажера, бриллиантик такой? Запросто нет, но подарить могу как бы подарки, если я почувствую, что это нужно сделать. А вот это старческий образ жизни. Это что такое, вы говорите? Я веду старческий образ жизни. Ну, это то, что я просто... Ну, к 23-24 годам я уже... Не то, чтобы нагулялся, я просто увидел то, что хотел увидеть, взять из молодости все, что... И у Ниты тоже такой же образ жизни. Она ведет себя к опыте модели, я не понимаю. Ну, она, возможно, на грани как раз уже... Ну, нагулялся, имею в виду, не ходит по клубам. И что, посидите дома. После работы пришли дома сидеть. Телевизор, пульт. Нет, я телевизор вообще не смотрю. Чипсы. Что? В чем старческий образ жизни? Ну, старческий образ жизни в том, что я посвящаю себя только работе. И думаю, как бы еще сделать бизнес еще крупнее. А знаете, можно посмотреть, какая работа? Для меня это... Рассказывает, у вас видео есть. Я руководжу фирмой по строительству индивидуальных домов. Я также проектирую архитектуру домов лично. Хочу также поделиться процессом строительных работ. Отделею видео я сделаю на потенциальные пустырные русские работы. Главное, все было качественно, ребят. С материалами все нормально. Во-первых, все вовремя, все вставляют. Самое приятное в моей работе, это когда в мой построенный дом вселяются люди. Все замечательно. Единственная проблема с теплыми пламями в маленькой комнате. Ну, попробуем выслать специалистов. А проживать с тобой мы можем в этой квартире, либо в этом доме. Какой молодец. Я вот обожаю, даже не просто уважаю, обожаю строителей, а вообще созидателей. Может, он штукатурит там сам дома? Ты же приехал, штукатурит, и вот дом снимает тот, который штукатурит. Собяк, а вот Нита говорит, что она хочет сниматься, что ее нельзя ограничивать в этом. Как вы к этому относитесь? Я хоть и говорил, что веду старческий образ, но я человек творческий. Ну вот, и поэтому для меня вот все вот эти процессы... Разрешать будете? Конечно, буду. А творчески... Я скорее даже буду одобрять, потому что мне неинтересна женщина, которая будет сидеть дома, потом на мозги капать там и так далее. Хорошо, Садык, а сюрприз не связан с творчеством? Удивите? Связан, да, связан, конечно. Не надо переодеться. Ждемся. Мне кажется, он слишком скромный парень у нее, а ей нужно так, чтобы ее там схватил. Вот, и у ВАО куда-нибудь. У Ниты луна, которая отвечает в том числе за хозяйственность и заготовку, находится в знаке льва. Она в первую очередь заточена на то, чтобы выглядеть хорошо. Для нее очень важна ее внешность. Для нее очень важно, чтобы ей говорили об этом, как она прекрасна, как она великолепно выглядит. А второй момент, то, что она не будет на кухне с утра до вечера, это однозначно. То есть она в первую очередь будет заниматься собой для украшения, а потом уже для... Ну, жена, да. Ну, кому-то нравятся такие женщины, послушайте. А кто-то терпеть не может хозяюшек. Вот это, чтобы подперела. Ну, что он там работает. Ой, ты знаешь, последнюю статистику не надо. Спрашивали мужчины, значит, какая жена нужна, а женщины, какой муж нужен. Все одно и то же. Женщины хотят состоятельного, который выглядит и является. А все мужчины склонились к одному. Хозяйственный лагер. У меня приятель, богатейший человек, богатейшая. Жена потрясающая. Солит, готовит детей, воспитывает все. И я знаю его любовницу. 19 лет, которая не делает ни черта, сидит в джакузи целый день. Пошли развлекать его. Поэтому здесь все опять же очень... Ну, жена-то готовит. Ну, живет он с этой, с которой джакузи... Ничего, он все подживает. Ну, да. Такой женой тебе хотя бы любовница не нужна. Конечно, конечно. Я думаю, что сюрприз готов. Давайте посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Он, видно, давно занимается. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сабик, мальчик мой, подойди ко мне. Нет, 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 сюда. Вот просто поклянись, что в себе сохранишь вот это все. Пожалуйста, передай детям. Это так важно. Я так горжусь вами, парни. Порадовали. Проходите в свою комнату. Это не часто мы такие современные, мы такие продвинутые. Мы аж 12 лет в Москве живем. А когда женится, вывернет наизнанку. А родители ее... А мама вывернет. А есть еще какой-то компромат? Может быть и наоборот. Может быть и нет. Вот как вы считаете, готовы прийти вот такую в семью традишн восточную? Честно не знаю. Смотрите, Лида говорит, что вы не особо пятки гореть не будут на кухне. А восточная жена должна быстренько вот такой быть красавицей. Быстро 15 блюд, всех друзей накормить и уйти четверо детей еще в свою комнату вовремя слинять. Не надорветесь? Есть силы? Я не знаю, если честно. Я просто никогда не встречалась с такими молодыми людьми, у которых вот именно такие жесткие традиции. Хорошо. Вы не встречались, но у вас же есть глаза, есть уши. Отовсюду говорят, рассказывают. Девчонки, выходите за своих парней. Женитесь на своих. Вы друг другу понятны. Ну, мне как раз-таки нужна противоположная жена, а не та, которая будет всех кормить. Роль официанта выполняет. Садык «Солнце в близнецах» это говорит о том, что он ждет безусловно хранительницу домашнего очага и хозяйку. Безусловно. То есть скромную, обязательно не манипулирующую. У вас есть это, вы любите иногда вот эти острые ощущения. При этом сексуальную, при этом хорошо готовящую, при этом рожающую детей и при этом еще очень хорошую собеседницу, девушка, с которой можно поделиться своими делами, которая даст какой-нибудь умный совет. Вот такая девушка ему нужна. Ну, конечно же, и мне, и любому нормальному мужчине хочется уюта дома, комфорта. У нас есть три бонусы. Семейная традиция, минута наедине и скелет в шкафу. Что выбираете? Мне интересно было бы узнать семейную традицию. Мне тоже интересно. Садык, быстро к нам расскажите. АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, у нас есть традиция семейная. Я, брат, отец, каждый 8 марта, в канун 8 марта мы в своей телефонной книге обзваниваем всех наших родственниц, женщин, девушек, бабушек и так далее. То есть эта традиция у нас уже порядком 10 лет уже. Правильно. Молодец. Восточный мужчина всегда говорит, молчи, женщина, твой день 8 марта. Это прекрасная традиция. Проходите с вами. Вот эта женщина мне нравится. Все поделает. Встречайте жениха. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Привет. Роман. Нита. Спасибо. Спасибо большое. Выбери меня, и я тебе подарю весь мир. Проходите, проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Роман. 41 год. Владелец консалтинговой компании и агентства недвижимости. Гордится своей страной. Предупреждает, что владеет гипнозом. Мечтает заработать 326 миллиардов долларов и стать самым богатым человеком на свете. Первая жена довела Романа до попытки самоубийства. Вторая отняла ребенка. А третья чуть не превратила его в алкоголика. Надеется, что с Нитой он обретет гармонию во всем. АПЛОДИСМЕНТЫ А вы, Роман, наверное, 27 жизней хотите прожить. Вам на кой 362 миллиарда? Это же уму непостижимо. А почему 2, а не 3? Я расскажу. 4 года назад я стал заниматься обучением профессионально. И тогда я прошел один тренинг, где была постановка цели. И я посмотрел, сколько имеет состояние самый богатый человек. И я загадал сумму больше. У меня тогда был автомобиль, и у него был номер 326. И я подумал, что мне нужно столько денег не для себя, а для других. Я очень много вижу талантливых людей, которые не могут себя продать. Даже если у вас будет 3 миллиона рублей, вы не будете это не вкладывать ни в кого. Я хочу сказать, что не имея такого состояния сейчас, оно несколько меньше, я помогаю уже тем людям, которые действительно нуждаются в этом. Несколько меньше или прямо вот совсем? Ну, зачем об этом говорить? Надо всегда верить, стремиться к своим мечтам. Скажите, а что было первичнее? Покончить жизнь самоубийством, свести счеты, или заработать 326 миллиардов? Сначала, ну, это мне было 20 лет, и вот плод любви Максим сидит. Да, это мой сын. Да ладно! Да. А, ничего, ничего. Я думала, брат Элла, что у вас учатся. Да, да, мы так и говорили, мы недавно отдыхали на Кипре, так и говорим. А сколько вам лет? 20, 20. Боже мой. Мне 41, мне 41. Ой, с ума сойти. Вы пьете, не курите? Нет. Послед сыну, обалдеть. А это его сын, а это как-то сына. Да, они, они как это, как братья. Чуром, давайте, вот, как бы, почему хотел жизнь-то... Ну, дело в том, что это любовь, это первая любовь, и я прям не понимал, почему это происходит, почему она со мной расстается. Она изменила? Не знаю. Не знаю. И я... А простили бы? Я уже простил. Но она к вам не захотела? Потом захотела. Потом захотела, но я уже был не готов, я пережил это все. То есть я... Потому что у вас появилась другая девушка? Нет, никого не было. Я просто пережил это. Я подумал, а зачем? Если меня разбросили, зачем я буду туда возвращаться? А уже пацан родился? Конечно, ему было два года, когда мы расстались. А в чьих объятиях утешились? Кто была вторая? Вторая супруга, она появилась через несколько лет, через четыре года. Мы встречались год, потом поженились. И через пять лет у нас появился ребенок, София, и через два года мы расстались. Почему? Она меня ограничила. Вот бывает, мужчина ограничивает, да, женщина, а бывают обратные ситуации. И я должен был туда не ходить, сюда не ходить, сюда не смотреть. Куда, куда, куда вы смотрите? Направо, налево. Я должен был заниматься тем, чем ей интересно. А у меня были другие цели. Ну, короче, допилила. Да, да. Как ты думаешь, они подходят друг к другу? Мне кажется, что ему кажется, что она ей подходит. А ей так не кажется. А третья? А с третьей я познакомился через год. Мы встречались с ней. И вот как раз, когда мы поженились, вторая супруга запретила мне встречаться с моей дочерью. Потому что она поставила условие. Если женишься, я себе не дам ребенка. Странное как. А она же вас бросила, и она же вам запретила общаться с ребенком. Да, причем у меня есть решение суда, и мы инициировали встречу. Но я увидел, как она готовит ребенка к встрече, и я отказался от этого. И сейчас 7 лет. Ром, а третьей? Ксения, да, младшая дочь. Скубей. 6 лет уже. А с третьей ты что развелся? Я не как. Ну, ладно, одна была крайне, потом в другую. Ну, остыли друг к другу. Просто мы существовали вместе, и я устал от этого. И она, и я приняли решение, что... То есть ты стоял принимать ответственность, когда как только жена беременная со всеми детьми? Нет, нет, нет. Почему ответственность была? Нет, ну вы же уходили все время, когда дети были маленькие. Это ваше... Нет, нет, это радует очень. Ну, и она с багажем, и он с багажем. У нее прошлое. Так что им надо все багаж издать. Да. И улететь на разных самолетах. Роман, ну давайте так, я вот не будучи астрологом, хочу сказать, вы, конечно, себя очень любите. Видно, просто в бабки ходить не надо, и к астрологу тоже. Вы очень хорошо выглядите для своих лет. Благодарю. Вы гипнозом же владеете. Да. А сгипнотизируйте меня. Все эксперименты на мне ставят. Ну, я думаю, в студии это не произойдет. Мы можем после этого это сделать. А мы просто вы не умеете. Я не занимаюсь эстрадным гипнозом. Нет. Я не занимаюсь эстрадным гипнозом. Я готова себя отдать. Отдайте гипноз, это разные вещи. Видите, вы уже поддаетесь гипнозам, вы уже готовы отдать себя. Кстати, сибитого роза, и он очень хорошо гармонирует обувь в синем. Роман, смотрите, вы такой живчик, вы такой любопытный, вы такой жадный до этой жизни. А вам не кажется, что нита немножко не вписывается в ваше? Она будет на поворотах очень-очень отставать? Нет. Судя по истории, которая, наоборот, она будет меня в чем-то даже опережать и стимулировать, Ларис, а я обладаю тоже гипнозом. Ну-ка. Сейчас я его продемонстрирую. Роман, глаза мне смотрите вот сюда. Не буду. Тогда я гипотезирую вашего сына. Смотрите мне в глаза. Смотрю. Отдайте мне пряник. Отдайте мне пряник. Отдайте мне пряник. А пряник для кого? Для вас. А пряник для вас. Точно? Точно прям. Точно у вас нет 326 миллиардов. А то бы принес три пряника. Не, мы скупые. Мы очень скупые. Потому что знаем, как это зарабатывает. Пряники, калории побольше. Да, да, ешь, ешь. Для хорошего тела. Толстей, толстей. Да, может быть, вы покажете какой-то фантастический сюрприз. И мы вас сразу втроем полюбим навсегда. И бог с ним, с одним пряником. Дай хоть откушать чуть-чуть. Ну, я не знаю, смогу ли я тебя удивить. Тогда я сделаю так. Я повторюсь, может быть, в чем-то. Неужели машина или бриллианты? Да. Машина? Я не помню. Мне кажется, что он реально дарит машину. Потому что если человек, ну, как бы, типа не про него, мы много чего послушали. Так. И, ну, сделай вывод, я могу допустить, что... Он покупает ее, а не эмоции дает. И я готов быть твоим водителем. Водителем готов быть твоим. Я люблю сама. А давайте на экран посмотрим. Девочка моя, я приехал. Роза, я думаю, на тебя это произвело впечатление. Да, произвело. Особенно цвет, потому что прям ниточка прямо оделась прямо под цвет. Девочки, вы так прямо растаяли? А почему вы не спрашиваете? А документы где на машину? Вот подарила ей ключи и дальше что... Дашь ей покататься. А, дашь ей покататься. Она повез обязательно. Помечтать прямо. Что ж взяла, я все испортила. Спасибо, парни. Проходите в свою комнату. Митлана и Екатерина. Нравятся ли вам сказочники? Сказочники точно. Или хочется волшебников все-таки? Хороший мужчина. Возраст единственное. Так они выглядят как одногодки. Он очень хорошо выглядит. Он и через 20 лет будет такой же. Не очень не расстраивается. Мне кажется, слишком много болтает. Не то, что даже болтает. Просто он мне напомнил моего бывшего парня, который любит себя. Как она тебе, Рома? Понравилась? Не знаю, не знаю. Нравится. Потому что не было никакой реакции по поводу подарка. Как-то она спокойно все это воспринимает. Как-то она вообще очень спокойная сегодня. Давай поженимся вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Лидия дадут вам совет в любое время. Пока реклама. Лидочка. Роман. Солнце во Льве, Марс в Овне. Это говорит о том, что человек решительный, человек смелый. Но при этом Венера в Деве, а Луна в Козероге. Это говорит о том, что женщина должна быть деловая, практичная. Женщина, которая сможет администрировать его пространство, его быт. Быть руководителем, спокойная. Не реагировать на его какие-то такие эмоциональные всплески. Ну, конечно, это не ваш человек. Молодец. Это хороший астролог. У вас осталось два бонуса. Скелет в шкафу и минута наедине. Минута наедине. Проходите. Спасибо. Молодец. Осторожнее. Спасибо. Все. Еще раз повторяем, да? Опа. Это как знак. Видишь, тебя что-то не пускало ко мне, а ты ко мне пришла в итоге. Я бы хотела узнать, у тебя три ребенка. Да, вот один из них. Да. И я бы хотела спросить еще, планируете? Да, если это предложение, то да. Ну, конечно, трое детей. Зачем девчонке в 24 года мужчина с таким бурным прошлым? И что? И вот он будет все воскресенья свои, все отпуски. Я против детей ничего не имею. Но зачем ей-то это ермом вешать на себя? Да, в прямом смысле. А родятся свои дети. И своим детям меньше достанется. Ну, а ты что же мозг включать, правильно? А то он с сынком постоянно ходит, девчонок клеит. Конечно. И будет так все. Мне кажется, он всю жизнь гулять будет. Мне интересно узнать тогда идеал твоей женщины, какая она должна быть. Какая должна быть? Да. Ну, такая, как ты. Ну, это не ответ. Я хочу развернутая ты полностью. Развернутая? Да. Чтобы не пилила там, как я поняла. Конечно, конечно. Она должна быть красивой, заниматься собой. Только красивой? А этого достаточно уже? Это такая редкость. Быть красивой. Ну, слушай, очень много красивых людей, но они бывают очень глупые. То есть ты внутренне... Естественно, естественно, человек должен быть внутренне наполненный. А если человек занимается собой, стремится к чему-то, он себя и наполняет через это. Но на первом месте, получается, все равно идет красота. Конечно. Да? Да. Для меня, для меня это надо увидеть. Так же, как и для тебя, мне кажется. Понятно. Ну что, что ты пришла и поправляет себе. Это он порвал на вас платье? Он загипнотизировал. На самом деле, он мне правда порвал платье снизу, шлейф там поехал. А вы вообще, оно у вас так очень-очень дорогое. Это просто мне девочка подарила. Ну, она зацепилась за дверь, и я думаю, просто как настоящий джентльмен, я должен ей купить новое. Ну, у нас есть еще один жених, ничего страшного, проходите и знакомьтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Нита. Здравствуйте. Вот, Павел, можно на «ты». Мы с тобой, конечно, очень контрастно выглядим. И этот букет тебе. Спасибо большое. Самый красивый букет. Да. Павел, 26 лет. Менеджер по пиару и развитию проектов. Модель и фотограф. Увлекается фитнесом и ведет здоровый образ жизни. Занимается боксом. Мечтает о пассивном доходе. Павел не смог найти общий язык с сыном своей избранницы и предпочел прекратить отношения. Надеется, что с НИТой им придется воспитывать общих детей. Здравствуйте. Это вам. За сегодня все в цветах. Спасибо большое. Какая-то прям роскошь-роскошь. Потрясающе. Тимпаны, боже мой. Рождества. Светы, пряники. Просто день подарка. Павел, я что-то не очень... Пассивный доход – это что? Пассивный доход – это то, что когда ты поработал на кого-то или на себя, опять же, а потом просто бизнес приносит тебе деньги. И после старости, после 50 лет, когда я выйду на пенсию, я уже смогу, допустим, не работать или передать кому-то свой бизнес. Бизнес нельзя оставлять. Ни на секунду нельзя оставлять. Возможно, вы правы. Сколько вам было лет, когда у вас такая уже история приключилась? Женщина много старше вас, ребенок. Чем он помешал? Ну, не помешал. Ребенок никогда не может помешать. Дети не просто могут помешать, они могут разрушить отношения. Ну, я имею в виду, если это не свои дети. На самом деле, он мне не помешал. Просто мне было на тот момент 27 год. Моей девушке бывшей было 30. То есть, это уже где-то было порядка 6, наверное, лет. Ну, 5-6 лет назад, может быть, чуть побольше. А ребенку? Ему было на тот момент лет, наверное, 12-13. А сколько вы были вместе, что она отважилась поехать с вами в путешествие и взять ребенка с собой? Мы были вообще в отношении 93 года. А как развивались отношения? Кто первый, кто к чему придирались, что раздражало? Раздражало. Я думаю, что все-таки у нас небольшое недопонимание с ребенком складывалось. Ну, конечно, я думаю, что все-таки влияние отца, настоящего отца, немножко было упущено, так как, возможно, у вас не было таких вот... Мне кажется, вы в 21 год знали, как воспитывать. А и вам казалось, что ваша женщина и ее бывший мужчина не знают, как воспитывать. Я думаю, что... Потому что в 21 год все борзые, все все знают. Я никого не воспитывал. Все, она паникала. Все. А вот смотрите, вы же видите, у нас ниточка, девушка уже дорогая. Видно, очень. А хватит финансов-то содержать, вот такую красоту? Я думаю, что в любых отношениях все-таки нужно обоюдно смотреть на эти вещи, на все. Как в смысле смотреть? Я думаю, что на сегодняшний день... Вот она к вам приходит и говорит, дай, пожалуйста, денег. Ну, в принципе, я смотрю, вот рассматриваю тебя, Нита, как дорогую, конечно же, девушку, да. Безусловно, в этом вообще нет никаких сомнений. Но, в принципе, я, наверное, вот поторопился с какими-то там выводами. Возможно, не то, что я прям готов вкладывать в себя деньги. То есть у меня нет возможности тебе дарить на данный момент. Но в то же время я готов проявлять... А что готов? Ну, то есть карманные расходы, то есть салона красоты, собственно, не проблема. 50 тысяч будете дать? Ну, я думаю, что почему нет? Это норма, да, товарно-денежное отношение между мужчиной и женщиной? Вот я бы не сказал. Ну, возможно, да, у кого-то. У меня лично нет. У меня все-таки правдивые отношения. Я считаю, что в отношении главный диалог... Никто не говорит, что один хомячит икру под идеалом, а другой смотрит на это жадными глазами. Я считаю, что все вместе. Вот я, кстати говоря, с вами полностью согласен. Я считаю, что должна быть обоюдка в отношении. Должна, да, обеспечивая, должен содержать, должен быть другом, товарищем и так далее. Ну, понятно, в ресторане, наверное, вы будете платить. Валя, а вы всегда вот так вот, если я вам говорю, вы со мной согласны? Если Лариса вас спрашивает, вы с ней согласны? Нет, я могу сказать так, что с вами... Причем, теометрально противоположно все происходит. Нет, я больше вообще согласен с Ларисой в данном вопросе. А со мной не согласны? Деньги давать не будете? Я считаю, что давать деньги, опять же, нужно, да? Это бытовая проституция. Какая разница, брать от многих мужчин деньги или от одного? Какая разница, если он тебе не муж? Да даже если в браке, например, я не хочу остаться богатой вдовой. Я работаю, даже, может быть, больше. Я считаю, что это хорошо. Нет, но если она зарабатывает и хватает, то почему ей подойдет? Вы говорите, вам не нравятся девушки, которые вызывающе накрашены и сильно пахнут? Ну, я бы не сказал, что прям сильно пахнут. Я бы сказал, наверное, мне не нравятся девушки сделанные. А вот она у нас натуральная прямо, все натуральное. Только что прям с полужару. Ну, я думаю, что тут немножко вы погорячились вот с этим высказыванием, потому что... Это вы только что сказали, я вас цитирую. Натуральное? Нет, я говорю, мне нравятся натуральные. А мы натуральные? Вы слышите, никто не ходит с натуральными черными дырками в зубах. И с натуральной сединой. 21 век, 15 год. Вот, о чем вы говорите? Косметология так шагнула вперед. Если есть возможность ходить и прекрасно выглядите, если есть деньги, я говорю женщинам, исправляйте себе носы, эти свои тоненькие иезуитские губы превращайте в пухлые и манки. Убирайте мешки под глазами, делайте себе пилинг, чтобы у вас сияла кожа. Прекратите. Кому это натуральное чумо? А мужчина вот говорит, что хочу натураль. Какая от Бузеева умница прям, молодец, вообще не могу прям. Ну нет, я просто говорю, что есть тут тюнинг, тут тюнинг в любом случае присутствует. И он прекрасен. Как ни крути, он прекрасен, это безусловно. То есть вас устраивает? Нет. Ну я думаю, что более чем, главное, чтобы нити нравилось, это в первую очередь. А мне понравится сюрприз, который вы приготовили. Что там за подарок? Да, мне тоже интересно, посмотрите, что у них. Так как я люблю спорт, я все-таки рассматриваю девушку, которая будет со мной поддерживать все отношения, и в то же время находиться в спортзале, заниматься вместе мы хотели, мне бы хотелось, чтобы мы занимались. Ну и, соответственно, я хочу сейчас просто провести небольшой экскурс в спорт, и как можно заниматься просто и легко в домашних условиях. Смотри, он сейчас ведет так, тум, слева, потом паум, справа. Смотри, за мной. Какой красавчик. Так, хоть подоблюдаем. Встану сейчас, чтобы не упасть. В обратную сторону, руки развалим. Раз. Полетели. Четыре. Пять. Шесть. Теперь вперед. Слушай, к нам повернулся бы лицом, что ли, а что-то боком. Вот. Хорошо. Пять. Шесть. Теперь руки бицепса. Мне зачем бицепсы. Я думаю, что если не будете, были такие маленькие веса. Что, а гантельки он себе не очень взял, большие. Да, что-то как-то это. Какие-то детские. У них почти одинаковые. Павлович, а вот так делай. Вот так? В общем, все. Я думаю, что ты спортивная, ты подкованная. Хороший сюрприз. Спасибо. Девчонки. Тогда я беру тебе рты за кровью, свидетельницы. Спасибо тебе за тренировку. Теперь ты будешь мой личный тренер. Спасибо тебе. Супер. Спасибо. Вы рубашку захватите с тобой, но проходите без нее ко мне. Каролина Оксана. У меня, в принципе, не было к вам вопросов, потому что я предполагала ответы. Но так как вы смотрели с каким вожделением и жадностью на своего друга, я же это заподозрила. И как-то море у вас все на груди расходилось. Практически она уже разошлась. Что вас связывает? Честно говоря, я горжусь таким другом. Я очень рада, что он стоит на сцене и все разделеют его. И вы тоже в том числе. Я тоже горжусь. А вы не будете ревнивать? Неприятно. Вы не ревнивая, если что? Вообще, я собственница. А они там что? Я вообще не понимаю. Он со своей любовницей пришел или девушкой со своей навстречу? Вот ему, по-моему, вот такая ему нужна девушка. Это его девушка натуральная, она врет. Что делают с вами молодые девушки рядом? Они вам наклонятся. Сидят в данный момент. Он фотофактбель, Ларин. Вообще, да, Каролина, она ведущая на радио. Все, 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 это уже неинтересно. Это в своей комнате. Проходите. Спасибо. Ох, это было жарко. Да. Чем он вам нехорош? 26 лет? Красавчик просто. Здоровчик. Ну, что дальше? Ну, красавчик. Кроме этой красоты, по-моему, больше ничего. А чего не хватило в нем? Мне вот не хватило искренности лично вам. Не знаю, пришел показать себя. Он как будто лукавит, да. Вот наигранно. И вы многое недоговариваете, многое скрываете. Что? Что он должен был вам такого откровенного о себе сказать? Я расскажу. Нет, не откровенного он должен был рассказать, а просто более естественно может себя вести. Ниточка, ну, в 24 года можно уже формулировать свои какие-то желания. Или опасения. И психологическое образование. Ниточки, нежелания, страхи. Говорите, вас же никто расстреливать не будет. Что вам не понравилось в женихе? Я не люблю блондинов, ладно. Надо было к ней подойти еще, с ней вот рядом постоять, позаниматься. Я думала, что вообще было супер. Она немножко растерялась, я думаю. У нас остался один бонус. Скелет в шкафу. Хотите узнать? Давайте. Узнаем. Точно? Ну, в принципе, он же вам уже и так не понравился, да? Хотелось узнать? Не знаю. Да? Да, я хочу. Интересно. Опа! Паша, 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 бегом. Какая хорошенькая. Паша, иди. Какая прелесть. Дай мне припадать. Боже, какая красавица. Какая красавица. Какие булочки. Я не знаю. Это что такое? Это вы где такие фотографии взяли? Ну, это на самом деле не мой. Слушай, а это не фотошоп, нет? Это не фотошоп, это вот я накануне решил просто зайти в интернете. Ой, какая красавица. Ага, прям красавица. Я думаю, что просто вот если Нита в дальнейшем... Это реклама матраса. Да, вы же какая красавица. Слушай-то. Ну и так видно, они говорили об этом, да? Эротический принес. Ну классно. Он что там наблюдал на ней так внимательно, да? Да, да, это... Да, я могу не понимать, что сказать. Какой-то странный поступок. Что жениться будем? Не, я понимаю, вот она пришла бы такая из Зергиль, 64 года, которой мамка с папкой не разрешали бы сниматься до этого возраста. Она их похоронила. И вот это свое целлюлитное дряблое тело выложила бы в сети. Ну когда я ищу-то? Ну может осталось там пару лет? Потом родители все объяснят. Ну я думаю, что если Нита согласится более лайтовее, так скажем, и полегче вот с этими откровенными фотосессиями дальнейших ваших судьбов... Нет, объясните им, объясните им вот таким ханжам, Розе и Павлову, что в этих фотографиях нет ничего страшного. Нет, допустим, вот эти вот в бассейне фотографии, это в фитнес-клубе профессиональные фотографии. Спасибо большое, проходите. Спасибо, господин ханжа. Девчонки, ну вот что мужчины за народ, да? Поэтому нужно быть целомудренны во всех отношениях. Да. Береги сама, говори, сейчас сидишь губком так это нажимаешь. Хорошо, что может быть... Береги платья ханжа тех, кому нечего показать. Я тоже не понимаю его. Бред. Это был бред. Девчонки, ну и кто нам понравился? Роман. Чем же? Ну он живой. А вы что скажете? Мне кажется, он такой какой-то искренний очень. И я полностью поддерживаю Екатерину. Конечно, конечно, конечно. Да, 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 да. Без нас подействовала. Девчонки, вам советуют романа, и я вижу, что он вам понравился. Для меня это странно, девочки. Это если вы ненавидите свою подругу. Вы же понимаете, что там близко не может быть ничего в долгую. Что роман фантазер, у романа ничего нет, за ним ничего нет. Он только мечтает о каких-то странных миллиардах. Ну, мне кажется, у нее ни с одним из них ничего не получится. Нет, почему? А мне кажется, что получится с Павлом абсолютное отражение, одинаковое. Павел на себе зациклен, Нита. Они вот друг другу делают массаж, мазать маслом. Поэтому, понимаете же, Павел не в осуждении показал эти фотографии, но как бы из-за такой уже авансной ревности он ее ревнует уже заранее. Ему хочется, чтобы это все принадлежало только ему. И по возрасту прекрасно подходите. 26 лет, 24. Мне тоже кажется, что ты будешь... Я просто не очень готов видеть вот эту пошлость. Если говорить астрологически, вам больше всего подходит Павел. У вас луны в огненных знаках. Это говорит о том, что вы очень хорошо будете жить вместе, на одной территории находиться, одинаково отдыхать, одинаково заниматься спортом, одинаково заниматься собой. При этом Павел очень сильный скорпион, так же, как и вы. И вот эта вот властность, сексуальность, которая есть в Павле, то, чего вы ждете от мужчины, от любого, все равно вот биться в этих страстях, он, конечно же, может вас в этом поддержать. И вы можете слиться вот в таком экстазе. А с Романом ничего, конечно, у вас путного не получится. Я думаю, что у вас в постели будет сближать то, что вы сексуальные. Ну, в постели это не самое главное. Слушайте себя. В любом случае мы вас поддержим. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте свои отклики с их номерами на сайт Первого канала. Я Владислава, мне 25 лет. Работаю юристом в компании по поставке оборудования. Виду активный образ жизни. Катаюсь на лыжах и сноуборде. Обожаю походы в театр и в кино. Хочу познакомиться с целеустремленным, добрым и ответственным мужчиной от 29 лет. Это звонка. Мы не знаем, выйдет Анита одна или с избранником. Я приглашаю всех. Выходите, давайте ее поддержим. У нас есть пара, Анита и Роман. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся.